В конце декабря 2017 года был принят федеральный закон, который позволяет некоторым российским семьям получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. И уже сразу после новогодних праздников отделения пенсионного фонда стали принимать соответствующие заявления. Данная выплата полагается семьям, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родится, либо будет усыновлен второй ребенок. Кроме того, данная выплата будет полагаться семьям, у которых доход семьи на каждого члена семьи не будет превышать полуторакратный установленный прожиточный минимум по состоянию на второй квартал 2017 года. Давайте теперь на примере нашего региона посчитаем, кто же может воспользоваться этим нововведением. Прожиточный минимум в Подмосковье 13 146 рублей. Умножаем эту цифру на полтора и получаем 19 719 рублей. Именно это и есть максимальный доход на одного члена семьи. Сама же сумма ежемесячной выплаты в Московской области составит чуть более 11,5 тысяч рублей. Процесс оформления данной материальной помощи достаточно прост. Нужно собрать необходимые документы, паспорт, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, справку о доходах за последние 12 месяцев и учитывать временные нюансы, которые регламентирует 418-й федеральный закон. Ежемесячная денежная выплата будет назначена со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее, чем через 6 месяцев после рождения. Если обращение было после истечения 6 месяцев со дня рождения ребенка, назначение будет со дня обращения. Выплата устанавливается сроком на один год. Дальше вы можете продлить. В чем же преимущество новшеств программы материнского капитала? С этим вопросом мы обратились к молодым мамам Видного. Заодно узнали, и как они распорядились бы выплатами. Будет больше практической применения. Даже одеть ребенка, наверное, будет под спорьем на ту же одежду, на какие-то обучающие, развивающие. Это очень удобно, особенно семьям, которые не хватает, например, на прожиточный минимум. На что вы, например, потратили эти деньги? На то же самое, на оплату садов, на оплату всяких медицинских услуг. Я так понимаю, что сейчас в основном это нужно будет потратить на врачебное обслуживание, потому что у нас очень трудно с этим. И платная медицина – это будет то, что нужно, потому что ребенку нужен массаж. Я в этом вижу плюс. Подать заявление на ежемесячные выплаты можно в территориальном отделе Пенсионного фонда по месту регистрации. В самом ближайшем времени это можно будет сделать и в многофункциональных центрах.